Радио Болтком Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас продолжение темы Которую мы начали неделю назад И вторая встреча С Освальдом Мачем Последним редактором Латвийской главной газеты Циня Газета эта имеет очень давнюю Славную историю Она начинала выходить нелегально Это был орган латвийских социал-демократов Которые были Наверное одной из самых могучих Социал-демократических сил В Российской империи И об этом говорит И накал революции 1905-1907 годов И последующее движение Латвийских стрелков Которое превратилось В движение латвийских красных стрелков И эти люди Вписали, наверное, свои имена В историю Где-то золотыми Где-то Другими буквами Но, по крайней мере Это история Которая говорит о героическом прошлом Латвии и латышского народа И как раз наш сегодняшний собеседник Начинал свою, в общем-то, взрослую жизнь В рядах латышских стрелков Тогда это была 308-я Латышская дивизия Мы об этом начали говорить В прошлой программе А сегодня мы продолжаем Историю Освальда Мача И газеты Циня Добрый день, Освальд Добрый день Добрый день Радиослушателям Предлагаем звонить по телефонам студии 672-12-93-9-672-13-93-9 И задавать свои вопросы Может быть, о том периоде Который для многих является частью жизни А для многих является историей То есть о периоде, когда Латвия была советской Поскольку наш сегодняшний собеседник Ну буквально наблюдал Развитие республики Вот с самых трудных послевоенных лет И до расцвета 80-е годы Когда действительно это был Один из крупнейших индустриальных районов Советского Союза И вот для меня было таким удивлением Когда я прогуливаясь по парку Возле Бастионной горки Обнаружила посаженную Видимо к столетию Латвии яблоню И эта яблоня Сопровождалась табличкой О жизни Латвии С 58-го по 68-й год И вот там была приведена такая цифра Что занимая 0,3% Территории Советского Союза Советская Латвия Занимала 6-е место Среди 15-ти республик По уровню промышленного развития По уровню промышленного потенциала И, конечно, это была, наверное, одна из самых Высокоразвитых в сельскохозяйственном отношении стран И как раз об этом мы начали говорить с Освальдом Поскольку он наблюдал зачатки колхозного движения И такой индустриализации в сельском хозяйстве Когда на поля пришла техника Когда на поля пришли технологии Когда пришли миллиораторы Которые облагораживали землю Обеспечивали рост урожайности и так далее И, конечно, на поля пришли люди Которые эту природу подчиняли себе И обеспечивали высокую продуктивность Этого сельского хозяйства Таких людей было довольно много И сейчас, наверное, имена многих из них Ушли в такую далекую историю И уже не вспоминаются А ведь они создали В современном, наверное, понимании Крупные сельскохозяйственные кооперативы С высокой производительностью труда И, наверное, это как раз процесс Который затронул период На котором мы остановились в прошлый раз Это конец 50-х, начало 60-х годов И тогда в вашей жизни У Освальд происходили следующие перемены И так вы уже такой опытный журналист Ведущий автор газеты Падамья Яунетной, молодежной Вы уже практиковались в жанрах очерка В жанрах рассказа Вы обратились к жанру Такого фильетона, юморески То есть у вас появился такой Иронический жанр в вашем творчестве Как дальше развивались события Я несколько, ну, года полтора или два года Работал в том молодежном журнале Ну, лицетрудникам Ну, правда, там не так долго Не пришлось поработать Потому что там из Дадзиса Давно уже заметили Впрочем, ну, можно вспомнить Несколько историй Дадзиса 1960-й год Первый номер Дадзиса вышел И там была помещена моя юмореска горчица Вот эта горчица И стала горчицей Там начался период Хрущева Где нем, ну, во всяком случае Преувеличенно стали Выделить значение кукурузы в Латвии Всему свое место И для кукурузы, и для всего И для разных культур Однако надо отметить И то, что все надо не форсировано И даже дошло до того Что стали считать Что внедрение кукурузы В латвийских полях Это политика Ну, политика и земледелье Не всегда дружит Не очень дружные отрасли Не всегда Ну, и готовили выпуск Первого номера журнала Дадзис Ну, и мне как-то не давало покоя Какие-то чудесные лекарства Чудесные средства Которые лечат все И это будто кукуруза Ну, пришло в голову А вдруг это если горчица Ну, а что если вот один такой Податливый председатель колхоза Услышал за столом Годового собрания колхоза Что секретарь райкома партии Говорит Я, например, вот горчицу то люблю Вот кто не любит А вот я люблю А председатель колхоза Он это слышал О, как слышал И на будущее Говорит Надо пересматривать планы Там авиоз Там, там, то, да Всякое Там клевер То есть А вот кукуруза Вот это нас вытянет Не только что в районе Это нас на передовую вытянет Ну, и дальше я описал Что произошло Какие там трагикомические Трагикомические истории произошли Трагикомические истории Что даже вместо масла Там в машинах Стали мазать горчицу Насколько его наращивали в этом колхозе А что в итоге Опять еще прошел год После этой борьбы за кукурузу И там поговорили А этот первый секретарь Переходит на другую работу На другую работу То ли другую работу Ну, и этот Председатель Председатель колхоза Был Ну Огорчен В мрачном настроении Да Ну, и меняют эти кадры Эту юмореску Там И крокодили Или, вернее, там Разборники Разные Ну Да, там В странах народной демократии Ну, вот так Ну, и да То есть вы стали Благодаря этой юмореске Международно известным автором Ну, никакой я стал автор Да Тогда еще работал Зигмунд Скуинч у нас Он Уже Из Подумьян Его перевели Тоже в Дадзис Он Он, конечно Литератор Он Знаменитый Да Действительно Это История Латвийской культуры И все Прочее Ну, он Я еще Подумьян Или лес Но Тогда шутили Что в Дадзис Надо уголок Юмора Я ему Говорю Слушай, Зига Так Будет ли Уголок Юмора В Дадзис А он Тоже Он говорит Ну, как ты начал Так мы Продолжаем Давайте мы Поясним Для читателей Что такое Дадзис Дадзис Это чертополох Это Сатирический Журнал Который Тоже Издавал Наверное ЦК Компартии Латвии Или кто Был Издателем Этого Журнала Что это Издание Циньи А Цинья Издавала Издание Циньи Ну Он, конечно Издание Самостоятельное И Невероятно С невероятно Большой Тиражом Если Если Считать На Одного Человека На Одного Гражданина Латвии То Дадзис Где-то Достиг Тираж 120 Тысяч Экземпляров И Если Поделить На Отдельного Читателя Это Мировой Рекорд Мировой Рекорд По охвату Читательской Аудитории Наверное Так мы Сейчас Сказали То есть Он Приобрел Очень Большую Популярность И Фактически Ну Были ли У него Братья Там Такие Аналогичные Издания В других Республиках Ну Может быть Вы общались С кем-то Из коллег В других Республиках Там Какие-то У вас Были Общие Совещания Или Встречи Да Конечно Из крокодила Приехали Ежик Потом С болгарами С болгарами Держали Сейчас Получили Журналы Из Германии Из Из Англии Из Стран Народной Демократии Да Ну В общем Имели Довольно Большой Просторный Доступ Другими Сатирическими Юмористическими Оиленшпил Конечно Немецкие Ну Так же И Литвия И Эстония Везде Это Выпускали Сатирические Журналы Ну Как всегда Как это В журналистской Жизни Бывает Бывали И удачи И неудачи И были Ошибки Ну что Скроем Скрывать Бывает Не ошибается Только тот Кто ничего Не делает Поэтому Ну Популярность Журнала Была Довольно Большая А благодаря Чему Она была Достигнута Потому что Вы поднимали Какие-то Очень Актуальные Темы Или Карикатуры Были Интересные Вообще Наверное Сам Жанр Этой Карикатуры Как-то Расцвел Благодаря Дадзису Да То есть Если Ну Карикатуристы Уж художники Работали В Газетах Ну Откликались Своими рисунками На какие-то Текущие События То В Дадзисе Это было Просто Ну Наверное Такая Магистральная Тема Карикатура Иллюстрации Это же Все-таки Журналы Цветной Притом Наши Графики Ну Я Довольно Это Смело Берусь Удоверить Были Класс Сам По себе Потому что Их Перепечатали Их Уважали И И Крокодил И Странах Народной Демократии И Они Были Я Их Сейчас Еще Могу Из них Назвать Главный Художественный Редактор Русланис Знаменитый График Карикатурист Межавилкс Это Удис Удис Межавилкс Да Удис Медаг Зигурд Да 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 Ну И Потом Ну И Конечно И Другие И Был Озолинж И Был Мелгайл Мелгайл Но Не Всех Перечислишь Во всяком Случае Они Были Высокого Класса Графики В общем Считалось Что Графика Ну В редакции Журнала Графика Стояла Выше Ну Чем Проза А скажите Вот У нас Выступал В прошлом году Владимир Новиков Художник Издатель Детской Литературы Писатель Поэт И он Рассказывал Как он Увлекался Вот Журналом Крокодил С детства Да Это у него Пробудило Такой Интерес Вообще К рисованию Он начал Рисовать Благодаря Картинкам Из этого Журнала Конечно Там Выдающиеся Художники Работали Кукры Никс И Борис Семенов И другие И Он Рассказывал Как он Присутствовал На планерках В редакции Журнала Крокодил И там Значит Специально Были люди Которые Разрабатывали Темы Им платили За эти темы Тоже Гонорар А Художники Они Отрисовывали Эти темы И тоже Довольно Высокие Гонорары Получали За свои Работы Ну там Условно 50-100 рублей При том Что Наверное Начальная Зарплата Там Рабочего Составляла Там 100-120 рублей То есть Фактически За один рисунок Художник Получал Столько же Сколько Человек Работающий За месяц А как В Дадзесе Было С гонорарами И вот Как вообще Можно было Попасть В редакцию В штат Или Не штатных Авторов Использовали Ну Во-первых Я бы Не преувеличивал Наши Наши Оклады И Гонорар И в то же Самое время Я Не преуменьшил Бы Это Но Само Нормальная Средняя Зарплата Мы Зарабатывали Нормально Прожиточно Относительно Тех Расходов Коммунальных И всех Прочих Расходов Это было Вполне Вполне Достаточно Но Они Не были Для Богатым Этим Никто Не стал Миллионерами Тоже Не стал Никто Ну Люди Но Там 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 Были Не только Деньги Там Была Такая Творческая Радость И смех И радость За удачу И Огощение За неудачу Ну все Это было Как у людей Да 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 Ну Все Таки Люди Вот эти Художники Работали В штате Большой Был штат У Дадзиса Сколько Человек Работало В редакции Так Что же У нас Что-то У нас Было Так Главный Редактор Заноситель Ответственный Секретар Литературный Секретар О котором Я хотел Бы Потом Еще Пару Слов Сказать Заведующий Отделом Писем Художник Ну А что Еще Ну там Литер А Заведующий Отделом Литературный Литературный Сотрудник Редактор Ну Ну И это Это И все В основном Все Обосновалось На Внештатные Авторы Которые Были Самые Самые Разные Разные И Притом Еще С Гонорарами Тут Еще Было Такое Что 60% Гонораров Должны Были Распределиться Внештатными Авторами 40% Для Штатных Работников Тут Конечно Чего Греха Таить Делали Иногда Немножко Так Закон Обошли Немножко Кругом Тоже Чтобы Вознаграждать Вознаграждать Штатных Работников За хорошую Хороша Сделанную Работу Но Это Уже Такая Кухня Кухня Хорошо Сейчас Мы сделаем Небольшой Перерыв На рекламу Буквально Две минуты Не переключайтесь На прямой связи По скайпу С нами Освальдмач Последний редактор Газеты Циня На одной волне С городом Радио Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете Радио Болтком Продолжаем нашу программу Очевидец Разговор у нас идет С Освальдом Мачем Последним редактором Газеты Циня Он рассказывает нам О жизни Советской Латвии Фактически В 50-е Тире 80-е Годы Мы сейчас На 60-х годах Находимся Обсуждаем Сатирический журнал Дазис Который имел Невероятную популярность И который выпускался Ну фактически Небольшим творческим Коллективом Мы сейчас Насчитали С вами Освальд Ну наверное Человек 10-15 Да И вы сказали Что особую роль Занимал в этом коллективе Литературный редактор Вот Что это Кто это был Что это был За человек Какова была Его роль В воспитании Там Молодых авторов Привлечении Маститых Акул Пира К сотрудничеству С журналом Чтобы он Так сказать Блистал Сатирическими красками Так Что-то у нас Со звуком Произошло Освальд Говорите Говорите Так А сейчас Лучше Да Слышно Да Сейчас слышно О литературном Редакторе Да Антон Сондерс Это была Душа Ангел Хранитель Латышского Языка И не только Наш главный Редактор По Национальности Игорь Спалков Был Русским Участник Великой Отечественной Войны И Он Был Можно сказать Больше Латышом Чем Сейчас Некоторые Латыши Которые Называются Латышами Игорь Как? Игорь Полковц Полковц Потому что Он Стоял Можно сказать Как Скала За Чистую Латышскую Язык Чистый Латышский Язык И Антон Сондерс Он Содействовал С институтом Институтом Латышского Языка Сотрудничал С работниками Института И он Это был Один из Основных Законов Чтобы Язык Был Чисто Латышский Игорь 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 Всегда Наш закон Жизни Чистый Латышский Язык И Язык Дадзиса Считался Неплохим Если Одним Из лучших Латышских Языков Изданий Латвии Ну вы знаете Что вообще Литературу Ценят Как раз По Умению Передать Вот Такие Грани Человеческого Поведения Как Ирония Юмор И так далее То есть Даже в лирическом Жанре Не столь Высоки Требования К языку Как В ироническом Поэтому я Понимаю Ваших Редакторов В плане Их Требовательности К Материалу У нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Добрый день А вот Не такой вопрос А скажите пожалуйста Вот что это за Пенамент Тем более В советское время Когда русский Смог освоить Так латышский язык Чтобы поправлял Еще латышей Это сегодня Уже Как бы Большая проблема Да Чтобы грамотно Там уже Даже Разговаривать А вот В советское время Это же Как-то было Вот Что это за человек Как он Смог Это так Освоить Язык Спасибо Спасибо Ну я думаю Что он Научился Скорее всего До войны Где-то Этот Игорь Какова Была Его судьба Он родился В Латвии Еще до войны В латышской школе Где-то Наверное Подъел И он Одновременно В этой школе В сегодняшней школе Преподавали Французский И он Самостоятельно Изучил Французский язык Он Вообще Любил Самостоятельно Изучать языка Он Ну немецкий Знал так На уровне Разговорном уровне Он Стал изучать Китайский Его Готовили На дипломатическую работу В Китай Ну Конечно Что-то Не так Случилось Но Мало Ничто Как бывает Но А так Ну Как вам Как Что ответить Слушателю Ну Я думаю Что у него Просто Было Такое Чутье Языковое Да Он Хорошо Знал Вырос Ну В латышской Среде Хорошо Знал Латышский Язык Чувствовал Его Ну В этом Наверное Нет Такого Феномена Поскольку Мы знаем И мы Говорили В эфире О таких Людях Как Борис Федорович Инфанте Тоже Он Из Русской Семьи И Он Всю Жизнь Прожил Среди Латышей И Собственно Создал Методику Обучения Детей Русскому Языку В латышской Школе Которая Была Признана По всему Советскому Союзу Как Одна Из Лучших Поэтому Феномена В этом Наверное Нет Такого Выдающегося Таких Людей Было Достаточно Много Давайте Мы Продолжим Изучать Вашу Историю Как Все Таки Вы Перешли В газету Циня Кто Вас Заметил Почему Было Принято Такое Решение Я Вышел На Пенсию В 88 Году Ну И Потом Все Больше Стали Говорить О Пробуждении От Мода Я Немножко Так Странно Но Я Все Таки Процитирую То Что Я Написал В своей Книге Что Из Этого Вышло С Этой Атмады Так Атмада Была Да Действительно Была В девятнадцатом веку Да В девятнадцатый век Это был Период Атмады Возбуждение Возбуждение Латышского народа А Всякое Повторение Истории Ну Вы все Знаете Что Говорят Как Как История Повторяется Что Происходит Когда История Повторяется Второй Раз И Я В своей Книге Про Вторую Атмаду Написал Такой Вопрос А уж не получилось Мостис Умирсти То есть Проснись И умри А Латышский народ Сейчас Потерял Третья часть Своего Населения А в Латгалии Вообще Осталось Половина Всего Бывшего Населения Которое Было Несколько Десяток Лет Там Назад Вот И Измирание Латвийского Народа Продолжается Вот И все Вот И Есть Это Вот И Есть Пробуждение Тогда Говорили Что Независимость Для Латвии Надо Для того Чтобы Сохранить Язык Ну Во-первых Пробуждение Для того Чтобы Сохранить Народ Не Язык А то Латинский Сохранился А народу Нет Но Не все Знают Но Я надеюсь Что Люди Образованные Знают Что Первая Латвийская Государственность Проявилась В девятнадцатом Году Неоккупированной Часть Латвии Когда Объявили Рабочие Солдатские Советы Безрабочие Безземельные Объявили Всю власть Неоккупированной Части Латвии То есть В основном Витземе Советской После Социалистической Революции России Объявили Латвийскую Советскую Республику И Ленин И Сталин Подписал Указы Как там Тогда О признании Латвийской Социалистической Республики Это первое Государственное Формирование Латвии И в Конституции Этой Латвии Ну и проекте В отношении Языка Сказано Что Является Дело Производства Латышский Язык Является Ну Латышский Язык Является Языком Производства А все Остальные Народы Имеют Право Пользоваться Своим Языком И Обучаться И учиться И жить Своим Языком Вот Где Начало Сохранения И развития Латышского Языка Ну Может быть Я Это Латгала Латгала Стала Территорией Латвии Где-то В Восемнадцатом Году До этого Латгала Была Составная Часть Витебской Губернии Ну Да Ну Вам Это Известно И По Указу По Указу Ленина По Просьбе По Просьбе Латвийской Новой Латвийской Новой Исполнительной Власти По Просьбе Ленин И Сталин Принял Решение Присоединить Латгалию Латвийской Территорией А так Латгалия Была Белорусская Ну То есть Нет То есть Русская Русская Часть Русской Империи Это Это Так Кстати Ну То есть Вы Считаете Что Вот Тот Советский Проект Который Начинался В Девятнадцатом Году Советской Латвии Проект Петериса Стучки Он Незаслуженно Забыт В данное Время Да Мы же Корни Республики Все-таки Возводим К Республике Улмани Са 1918 Года Ну Восемнадцатый Год Ну Это Было Только Все Временное Все Начало Я Хочу Все-таки Хочется Мне Рассказать Очень Такой Ну Значительный Эпизод Когда В девятнадцатом Году Латышские Красные Стрелки Из Советской России Шли Освободить Латвию От Немецкой И Других Окупантов И Тогда Часть Латышской Ну Как Называли Белой Армии Рота Солдат Находилась На улице Крещане Барона Напротив Монастыря И Эта Рота Когда Латышские Стрелки Шли Из Севера В Ригу Она Отказалась Выйти Воевать Со Своими Бывшими Боевыми Товарищами Казалось И Она Там Такое Большое Здание И Английская Французская Военная Эскадра Стояла Уже Где-то В Балдырае И На Этот Дом Где Находилась Сбунтовавшаяся Латышская Рота Которая Не Хотела Воевать Против Красных Стрелков Латышей Открыли Артиллерийский Огонь И Дали Залп По По Этому Дому Ну Попадали Там На Улицы Улица Перновас Ну Сколько Они Десять И Сколько Выстрелов Выпустили И Разорвались Гранаты И У Этого Монастыря Который Против Этого Дома Так Ему Были Союзники Улманы Са И Я Говорю Когда Такие Друзья Тогда И Врагов Не Надо Так Хорошо Так Вы Вышли На Пенсию В В 88 Году И Вот Тогда Начиналось Бурление В коммунистической Партии Латвии Раскол На Так Сказать Две Две Силы Одна Из них Была Во главе С Рубиксом Вторая Во главе С Вагрисом И Тогда Кто-то Них Них Пригласил Возглавить Коллектив Газеты Циня Оп И Я Просто Не Понял Как Это Так Почему 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 Все Время Газета Была Циня Коммунистическая Партия И Мужчина Принимает Клятву В жизни Только Один Раз Ну Как же Так Как Я Вижу Что Там Остались Всего Несколько Человек Циня Которые Потом Стали Циня Рубикса Ну Там Был Редактор Он Тогда Был Зеден Збанка Милда Да И Малда Квите Она Вернее Так Малда Квита Был Редактор Зедонис Маститель Ну Я Пришел Поговорить С ним Зедонис И Говорит Никуда Не уходи Садись Тут Тут же Сейчас Садись За стол И за работу Ну И Мы Человек Ну Восемь Десять Итого Хозяйственные Работники Стали Выпускать Так Называем Циню Рубикса Ну Потом Все Дальше Последовала Вся История Почему Почему Вы Остались Почему Вы Считали Что Нужно В этот Момент Помочь Коллегам Помочь Ну Тому же Рубиксу Все-таки Вы считали Своё дело Правым А как Как же Я мог Остаться В стороне И И Не писать И Не высказываться И Не действовать Когда Я Столько лет Столько Десятилетия Работал В общем-то В партийных Изданиях Ну А как Я Просто Не мог Иначе Что Ещё Сказать Я Не мог Иначе То есть Вы Считаете Вы Считали Что Вы Приняли Присягу И Вы Оставались Ей Верны В то Время Как Многие Ваши Коллеги Всё-таки Изменили Курс И Перекрасились А некоторые Переобулись В воздухе И стали Сжигать Свои Партийные Билеты И Вливаться В качестве Главных Лидеров Уже В новое Движение В Народный Фронт И так далее И там Становиться На ведущей Роли Ну Может быть Не так Красиво Клятву Но я Просто Чувствовал Что Я должен Ну Можно сказать Убеждение И И Моя Привязанность Моему Жизненному Всему Жизненному Пережитому И В общем Я не понял Как Как Можно Отказаться От чего Вот И Сейчас Я сижу И Не понимаю Как Можно Как Можно Такие Политические Перветы Делать Ведь В Латвии Тогда На учете Где-то Ну Если Не Очень Ошибаюсь Считалось 170 Тысяч Коммунистов И Куда Куда Это Оказывается Сидим Мы Работали Даже Вот Пара Беспартийных Работников Да И Тоже Пришли Работать Хорошо Отрадно Слышать Человека Который Сохранил Верность Своей Ну Своим Убеждениям Своей Жизни Не Изменил Себя Не Переступал Через себя Это Освальд Мач Последний Редактор Газеты Циня Которая Была Закрыта Решением Суда В 91 Году Как Издание Коммунистической Партии Которая Тоже В свою Очередь Была Запрещена Освальд Написал Несколько Книг Воспоминаний О Своей Жизни Я думаю Что Это Документы Эпохи Которые Стоит Изучать И Читать Они Доступны Некоторые В интернете И Можно Их Наверное Где-то Купить Но Эти Документы Стоит Изучать И держать Перед собой Чтобы понимать Что история Многомерна Люди Которые Жили И работали В Латвии Руководствовались Интересами Своего Народа И такие Как Освальд Мач Много Сделали Для того Чтобы этот Народ Процветал Чтобы он Развивался Чтобы он Расширял Свои ряды Вот К сожалению Сегодня Мы наблюдаем Несколько Обратную Картину Когда Население Латвии Сужается Сжимается Убегает Из своей Страны И Конечно Очень горько То признание Которое Освальд Сегодня Сделал Что Надо В первую очередь Сохранять Народ А когда Будет народ Тогда Будет язык Будет культура И Будет Страна Спасибо Освальду Мачу За Участие В этой Программе Программу Очевидец Сегодня Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев И До встречи Через неделю Я надеюсь Что мы еще Почитаем Книги Освальда Мача Редактор субтитров